В Москве прошел первый фестиваль автоматических и роботизированных музыкальных оркестров. Первопроходцем в этой области был английский инженер и музыкант Питер Зиновьев, который еще в конце 60-х представил на суд публики компьютер, способный сочинять и исполнять музыку. Изобретение наделало немало шума. И хотя за минувшие полвека машины так и не сумели оставить музыкантов и композиторов без работы, энтузиастов этой идеи по-прежнему хватает. До чего дошел прогресс. Присказания писателей-фантастов становятся явьем. Компьютерные машины берут верх над человеком. Если раньше только людям было подвластно сочинять музыку и управлять оркестром, то теперь на это претендуют бездушные машины. Однако ключевым звеном в этой механизированной цепочке остается все же человек. Музыканту Дмитрию Морозову для создания чудо-системы потребовалось 5 лет. Роль дирижера в его роботизированном оркестре исполняет ЭВМ образца советской эпохи. С настройкой с музыкантами, а точнее микросхемами, которые выполняют их функцию, происходит по бесчисленным проводам. Это действительно машины. А с другой стороны, каждый из создателей, каждый из художников, музыкантов вложил сюда столько труда. Тейлор Кафнер из Нью-Йорка с российским коллегой согласен. Говорит, что звучит такой оркестр весьма душевно. А вот фальшивых нот музыканта-роботы точно не возьмут. Система работает бесперебойно. Это самая прекрасная часть проекта. Тут не может быть никаких сбоев. Здесь на 100% отлаженный механизм. Прожив несколько лет на острове Бали, Тейлор влюбился в анонезийскую культуру. Собрал основные народные музыкальные инструменты и подсоединил их к компьютеру, который вполне себе заменяет и дирижера, и сам национальный оркестр. Вот по этому проводу поступает сигнал к инструменту. Получив импульс, он приходит в движение и раздается звук. От одной вибрации следует другая, и получается новое звучание. Как отреагировали бы анонезийцы на такое ноу-хау, сказать трудно. В этой истории очевидно одно. Машина машиной, а присутствие человека в таком оркестре все-таки необходимо. И потом, что случится, если посреди такого выступления внезапно отключат электричество? Едва ли музыкант-роботы сумеют симпровизировать. Станислав Селянкин, Илья Фомин, Новости культуры. Илья Фомин, Новости культуры.